Здравствуйте, гости, подписчики моего канала. Сегодня опять очередной обзор томатов. Томатов сортовых. Это будет как Фиделио и Любимый праздник. Любимый праздник я уже показывала в том году и выращиваю. Это уже второй год. Но он мне очень полюбился. Я бы его не стала снимать сейчас, но я хочу его снять в сравнении с Фиделио. И вот, смотрим Любимый праздник. Любимый праздник как бы считают полудетерминантные, но у меня все время они растут как высокорослые. В общем, в теплице у меня всегда растут до двух метров, ну, больше полтора метра. А в рассаднике тоже они высокие, просто я их уже давно там оборвала. Рассадник же ведь он же невысокий. И здесь они у меня, ну, метра может быть, полтора, не больше. А так они бы могли быть и больше у меня. Ну, кисти довольно большие. Вы представляете, вон там, как вам показать, мне не очень удобно это вот снимать. Ну, уж как сниму. Вот такие кисти. И вот пошли опять. Там вот кисть. И вот так вот пошли вверх. И там еще есть вверху помидорки. В общем, сорт, конечно, достойный. Очень сладкий. Просто бифтомат и мясистый. Ну, он мне полюбился. Его вкус я знаю, поэтому вам даже говорю, что очень вкусный. А второй томат у меня Фиделио. Это я первый год сажаю. И вот на нем тоже томаты есть. Вот, посмотрите. Вот такая кисть. Спелые, хорошие томаты. И вот так вот пошли вязаться дальше. И тоже есть томаты. Ну, конечно, время у нас такое, что он должен расти в теплице, наверное. Потому что в теплице они бы все успели поспеть. А так я, наверное, через недельку их все соберу. За неделю точно знаю, что они не поспеют у меня. Ну, будем дозревать. Дозревать в домашних условиях. Вот такие, друзья, дела. Сейчас мы, конечно, возьмем с вами плоды и посмотрим. Ну, вот, смотрим. Это любимый праздник. На весах у нас 375 грамм. Конечно, этот томат какой-то неровный. Сейчас еще взвешиваем другой, взвесим другой томат. Здесь 285 грамм. Ну, неплохой вес. Неплохой. Сейчас еще посмотрим. 220 грамм. Другой еще посмотрим. 200. Ну, в общем, короче, от 200 грамм и выше. Сейчас разрежем и посмотрим, какие они в разрезе. Ну, вот такие они в разрезе. В общем-то, хорошие, заполненные все. Есть семенные камеры. Семена есть, но не так уж сказать много. Сейчас мы их разрежем еще и возле плодоножки. Ну, вот разрезала я возле плодоножки. Ничего здесь нету. Прямо очень даже хорошие. Сейчас попробуем. Ну, такие сладкие. Я уже говорила. Вспомнила опять их вкус, попробовав. В этом году первый раз. Очень хорошие. Вот очень. Итак, на весах Фиделио. И весит он 273 грамма. Ну, хорошие плодики. Да, 300 грамм, я думаю, может. А вот так вот, если на руке, даже вот прям большие, хорошие. Вполне вес хороший. Двести тридцать девять. Ну, и еще возьмем помидорку. 151 грамм. В общем, от 150 до 300 грамм вполне могут быть. Может быть, у других садоводов, таких томатоводов, надо сказать, они вырастают крупнее. У меня же вот растут так, как я по вам показываю. Ну, вот так, друзья. Ну, какой же мы сделаем вывод? Я сейчас все-таки еще попробую у обоих, от обоих томатов. Еще не попробовала, не разрезала, а уже выводы собралась сделать. Вот так я зарапортовалась. Вот Фиделию в разрезе. Вообще заполнены полностью семян. Даже никаких не видать. Есть ли у него семена? Нет, не знаю. Мало семен, но сейчас разрежу возле плодоножки. Ну да, возле плодоножки тоже не критично. Немножечко есть там стерженечек беленький, не очень большой. Большой, но в общем-то помидорно по виду, конечно, достойный. Ну, без семян. Сейчас посмотрю на вкус. Друзья, вот сейчас я прямо вела, отрезала опять от любимого праздника, искушала, чтобы понять в раз, какой же вкус. Все-таки мне любимый праздник нравится больше. Он сладше, чем Фиделию. И по урожайности они, в общем-то, почти одинаковые, так сильно не различишь. Ну, томаты урожайные, сладкие, достойные. И Фиделию очень хороший, сладкий, вкусный. А любимый праздник еще вкуснее. Я выбираю любимый праздник. Друзья, оставайтесь со мной на канале. У меня еще есть, что показывать. Я не все вам показала. Подписывайтесь, кто не подписался. Заходите в мой плейлист. Он в описании, ой, извиняюсь, в описании под видео. И там обзоры все и дегустация томатов. Ну, до свидания. С вами была Наталья Гелезудинова и мой канал. Делимся опытом взаимно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова